Говоря об итогах новогодних праздников для санаторно-курортного комплекса, можно смело сказать, они превзошли все ожидания. Изначально город планировал принять 360 тысяч гостей. В итоге, на новогодние каникулы в Сочи приехало более полумиллиона туристов. Большее количество отдало предпочтение отдыху на горнолыжных склонах. В целях обеспечения для них комфортных условий был создан штаб, в котором круглосуточно работали пять мониторинговых групп. Они следили за обслуживанием туристов, соблюдением правил торговли и дорожной обстановкой. Пробок и заторов удалось избежать, даже несмотря на то, что интенсивность движения и количество транспорта превышало прошлогодние показатели. Это нам позволяло выявлять и оперативно предотвращать какие-то мелкие инциденты серьезные. Слава богу, в этом году у нас не было. Это показывает тому, что у нас уже существует опыт хороший. Это, безусловно, правильно вы сказали. У нас очень хорошо в этом году все-таки сработал транспорт. При всем том, что у нас на Красной Поляне было 9% увеличение погоды. Транспорт? Да, 144 тысячи автомобилей заехало на Красную Поляну. Безусловно, было увеличение количества у нас потока, пассажиропотока непосредственно на общественном транспорте города. Качество услуг на Красной Поляне было на самом высоком уровне. И с каждым годом, говорят, улучшается качество. Поэтому мы надеемся, что следующий год еще лучше будет за счет того, что увеличится количество как трасс, возможно, парковок. И, конечно, мы знаем опять свои недочеты. Прежде всего, это транспортная инфраструктура. Все-таки надо как-то думать о том, чтобы правила дорожного движения выполнялись как отчинаж. То есть нельзя ставить машину под знаком знач, нельзя. Поэтому усилить нам нужно будет эту работу. Хорошо сработали также медицинская, коммунальная и потребительская службы. В этом году удалось избежать увеличения установленного размера цен и от потребителей нареканий и жалоб не поступало. Задача на ближайшие месяцы – обеспечить заполняемость объектов санаторно-курортной отрасли зимой. Это возможно благодаря программе «Открытый юг». Кстати, в этом году каждый работодатель может потратить на оздоровление своего сотрудника и членов его семьи до 50 тысяч рублей. И эта сумма не облагается налогом. С каждым годом все больше и больше россиян выбирают для отдыха Сочи. И Сочи сегодня, уже работая круглогодично, мы уделим особое внимание программе «Открытый юг». И наши санатории могут иметь загрузку зимой не 70%, а 90%, 95%. Для этого правительство создало условия. Глава курорта также подчеркнул, что уже в феврале в Сочи приедут тысячи гостей и участников инвестиционного форума, а после начнется подготовка к летнему сезону. И задача властей, как минимум, повторить успех 2018 года.